Грянули ружейные залпы, британцы пошли в атаку. Реют стяги, гремят барабаны. На холмах в поместье Маунт-Вернон, резиденции первого американского президента Джорджа Вашингтона, разворачивается историческая реконструкция одного из сражений Американской революционной войны. Так в литературе нередко называют войну за независимость Соединенных Штатов 1775-1783 году. Континентальный конгресс уже выступил за вооружённое сопротивление Англии и заговорили пушки. Затишье после боя. Войска стали на холмах двумя враждебными лагерями, и жизнь в них идёт по заведённому порядку. Попытаюсь чуть подтянуть здесь, ослаблю крепление. Кто-то отдыхает в тени деревьев. Офицер покуривает трубку. Но караулы не снимают. Гессенские гвардейцы-наёмники оттачивают выполнение команд. Рядом, в долине, подразделения новобранцев шлифуют тактику боя и военные приёмы. В лагере континентальной армии много беженцев – женщины, дети. Вчера они уходили вместе с армией, когда англичане неожиданно атаковали и заняли несколько поселений. В лагере женщины чинят одежду, занимаются приготовлением пищи. Здесь рис, куриный бульон, хлеб, ветчина, яблоки. Главная обязанность в лагере – стирка. Этим мы, женщины, спасаем армию от инфекционных заболеваний. Ну и, конечно, ещё важен уход за ранеными. Богатый южанин в турецком халате. Он здесь по торговым делам. Я одет в халат. Это турецкий стиль. Длинные рукава, мода, вот такой чудной колпак на голове. Это особый шик, даже в военном лагере. Так что не удивляйтесь. Но у гвардейцев, конечно, иные заботы. Им завтра опять в бой. В ту войну солдаты были вооружены мушкетами. Он был основным видом оружия. Мушкеты французские и немецкие, усовершенствованные. Кремниевый замок сначала заблокирован, но легко переводится в боевое положение. Мушкет бьёт на сотню ярдов. С помощью байонета к стволу примыкается штык. И тогда можно идти в ближний бой, в рукопашную схватку. Кого считали лучшими солдатами, капитан гессенских гренадеров не сомневается. Гессенцы были лучшими в той кампании, ведь на учениях мы проводили по 6 часов в день, 6 дней в неделю. Да, мы были наёмниками английской короны. Но после поражения англичан, президент Вашингтон помиловал гессенцев. Многие из солдат немцев получили земельные наделы и навсегда остались в новой стране. Два дня на холмах поместья Маунт-Вернон проходили сражения. Палили мортиры, ходили в атаку драгуны. Под пение флейт и бой барабанов поднимались и шли вперёд пехотинцы. Тысячи гостей-туристов имели возможность наблюдать, как всё происходило тогда, на той далёкой войне, когда отвоёвывалась свобода североамериканских провинций и создавалось новое государство. Как воевали, как жили предки нынешних американцев 250 лет назад. Сергей Москалёв, Илья Колосов. Настоящее время Америка. Маунт-Вернон, Вирджиния.